МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожная кнопка снова нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Сергей Лопаницын. Здравствуйте. И сегодня в программе. Он спас из огня двоих, рискуя собственной жизнью. Но без жертв все равно не обошлось. У меня уже здесь не было, я с вами не разговариваю. Похищение людей, истязание, вымогательство. Громкое дело глухонемых разбойников. Он меня сразу ударил, и я упал. И потом я очнулся только в гараже. Впервые в тревожной кнопке исповедь наркомана. С чего начинается ад? Ты бог, когда ты начинаешь употреблять наркотики. А также аварийный дайджест программы. Сальто на мотоцикле, таран, фонаря и погоня со стрельбой. Оружейных дел мастер. Преступление, которое совершится на ваших глазах. И самые нелепые кражи недели. Мы начинаем. В Белыничах во время пожара мужчина спас из огня двоих человек. Но когда спасатели побороли стихию, под завалами обнаружили труп. Женщину. Кто она? Как оказалась в этом доме? И случайной ли стала ее смерть? Огненная трагедия глазами тех, кто оказался внутри. Он первым поймет. У соседей беда. И не раздумывая шагнет внутрь. Горящая стена. Сильное задымление. В углу комнаты на полу увидит женщину. На диване нащупает спящего соседа. Я вытянул девушку на крыльцо дома. Затем залез назад туда в дом. Вытянул это хозяина. Как только вытянул сразу. Я и звонил. И, короче, у них спрашивал, те есть, кто еще в доме. Они мне ответили на тот момент, что в доме больше никого нет. Что они были только вдвоем. Мужчина не растерялся. Зашел в горящий дом. Дверь была не заперта. Вынес оттуда мужчину и женщину в бессознательном состоянии. И передал их медикам. К приезду спасателей и медиков пожар разбудит остальных соседей. Которые понимали, счет идет на секунды. Застройка плотная. И лишь безветренная погода той ночью. И оперативные действия сотрудников МЧС помогли побороть стихию. Нам меня... Вот, знаете, умерябочка. Крыши-ниже. Ну, меня нет. Пусти там вчера. Я не все стреляла. И холку стык, стык, стык. Вот так. Ну, страшно. Не дай бог. 34-летнюю женщину с ожогами доставят в местную больницу. Ночной пожар Анастасия почти не помнит. Но осознает, если бы не Дмитрий, ее история могла бы стать куда печальнее. У меня как бы нога была тоже сломана. Я сама не ходила. Передвигалась на ту буретки. И как раз Дима в этот момент пришел и вывел меня на улицу. Так бы ползком, если бы можно. Если бы повезло, бы вы повезло. Уже в больнице всплывут первые факты. Анастасия. Было состояние алкогольного времени. Термические ожоги левой стопы, второй, третьей степени, площадью до двух процентов. Сейчас она в стабильном состоянии, удовлетворительном. Получает лечение в полном объеме. Без последствий для здоровья, но и без крыши над головой остался хозяин сгоревшего дома. Его временно приютили соседи. Соцслужба помогла с одеждой и едой. Сейчас мужчину оформляют в дом престарелых. Свой дом восстановлению уже не подлежит. Но жизнь дороже. За нее он и благодарит Дмитрия. У меня уже здесь не было. Я с вами не разговаривал. Это ему спасибо. Я ему говорил спасибо. Но это еще не последний раз. Спасибо. Но так повезло не всем. При разборе завалов после пожара спасатели обнаружат тело 22-летней местной жительницы. Сильное задымление и высокая температура осложняли поиски. Чуть позже следствие выяснит. Причина пожара – незатушенная сигарета, спасенной из огня Анастасии. Погибшая и подозреваемая находились в гостях у хозяина дома. Употребляли спиртное. Подозреваемая курила во время употребления спиртного. По неосторожности произошло возгорание дома. В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, процессуальные следственные действия. Назначено проведение судебно-медицинской, пожаротехнической, генетической экспертизы. Дмитрий говорит, нет в его поступке героизма. Мол, так должен поступать каждый, как он, не как Анастасия, в отношении которой уже возбуждено уголовное дело. Причинение смерти по неосторожности. Похищение людей, истязание, вымогательство, эксплуатация чужого труда. Все перечисленное не просто набор слов, а реальное дело глухонемых разбойников. И виртуозный преступный план, цель которого, конечно же, обогащение. Вот только платили и им, и они, чтобы в итоге получить еще больше. Попробуем объяснить на пальцах, в чем тут подвох. Итак, сначала уголовный розыск. Сотрудники завершат оперативно-розыскные мероприятия и выяснят, куда, когда и при каких обстоятельствах исчезали люди с ограниченными возможностями. 28 января и 30 января, соответственно, группа минчан, находясь на территории города Минска, насильно похищала людей, которых привозила в один из гаражных кооперативов, где причиняла им телесные повреждения. Похищенных не только били, у них забирали деньги и все, что было в карманах. Для чего? С целью дальнейшей эксплуатации на территории прибалтийских государств. Поясняем. Трое мужчин промышляли незаконным заработком. Они специально искали таких же людей с проблемами слуха, а потом уговаривали работать на них и делиться половиной выручки. Потерпевшие... По мнению преступников, должны были выехать в страны ближнего зарубежья для продажи сувенирной продукции. Тех граждан, которые не соглашались на такой вид заработка, преступники избивали. Но они начали меня избивать. Хотели заставить меня уехать в Францию, в Париж, работать на них, продавать вилки. За отказ Париж поменяли на съемный гараж. Там же пытались убедить в необходимости сотрудничества с силой. Например, этой зимой. По словам потерпевшего, 23 января трое мужчин назначили ему встречу на одной из автозаправочных станций Минска. Там его силы затолкали в машину и привезли в гаражный кооператив. Он меня сразу ударил, и я упал. И потом я очнулся только в гараже. Под пытками мужчина все-таки согласится работать на них и отстегивать процент. Я, говорит, соглашался, потому что, ну, чтобы дальше они меня не избивали. Ну, а про себя думал, ну, конечно, я не поеду. Под угрозой очередных избиений обвиняемые потребовали у Минчанина 500 рублей. Требовали, чтобы я их угасил, чтобы получил зарплату, половину им отдал. Потерпевшему удастся убедить преступников. Такой суммы у него сейчас нет. Но он точно знает, где достать деньги. За три часа пыток в подвале. Я испугался из-за своей жизни, из-за своей девушки. Они бы могли прийти и причинить какое-то еще... Ну, что-то могли бы сделать тоже с моей девушкой. Подозреваемые поверят и отпустят его за деньгами. Но из гаража он отправится в милицию, где и напишет на обидчиков заявление. Так оперативники и выйдут на след глухонемых предпринимателей. А спустя время с заявлением вдруг придет еще один потерпевший. В ночь с 30 на 31 января 2021 года группа Минчан впраздновали день рождения потерпевшего. Потерпевший, ничего не подозревая, к вечеру собрался домой, для чего вызвал такси. А дальше, как в сюжете второсортного боевика. Как только тронется машина такси, за ней сразу пристроится другой автомобиль. Спустя минуту появится подельник. И через 500 метров такси заблокируют две легковушки. Из которых вышли подозреваемые и насильно перетянули его в автомобиль марки «Опель». После чего доставили в гараж. Где по уже отработанному сценарию бросят очередного мужчину в подвал. И снова избиение, пытки и попытки заставить торговать сувенирами за рубежом. Вот только свой рубеж они давно перешли. И бандитов, наконец, задержат. Кто говорил? Ты? Я? У тебя есть видео? Да, зря. Я пьяный был, конечно. Он же говорил, помнишь? Мы должны были прийти и разобраться. Но один из них все-таки успеет скрыться. Мужчина до сих пор в розыске. Если вы узнали человека, которого сейчас видите на своих экранах, сообщите в милицию. В завершении расследования действия фигурантов квалифицированы следствием, как похищение человека, совершенное из корыстных побуждений в целях эксплуатации группой лиц по предварительному сговору, а также разбой и вымогательство, совершенное группой лиц. С задержанными потерпевшими уже проведена проверка показаний на месте. Прокуратура полностью согласна с вердиктом следствия. Дело направлено в суд. И тут уже уйти в глухую несознанку не получится. Ранее примененную к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении уголовного дела в суд оставил без изменения. Санкции указанных преступлений предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Всего от насильственных действий глухонемых предпринимателей пострадало трое. Но это только те, кто обратился за помощью к правоохранителям. Если вы тоже стали жертвой этих лиц, просьба милиции неизменна. Позвоните в 102. Десятки раритетных ножей и газовое оружие. Кем оказался продавец? Откуда он взял такой арсенал? И кому пытался его продать? И только для зрителей тревожной кнопки. Эксклюзивные кадры. Преступление, которое совершится на ваших глазах. Сквер, лавочка и нелегалочка. Работает оперативная камера. Мужчина в яркой рубашке – 51-летний декларант в фирме по продаже запчастей. Вы видите, как он пересчитывает купюры, а потом окончательно перепроверяет. Действительно ли хороши эти… Нет, не запчасти, а ножи для продажи. А на следующих кадрах в руках появляется пистолет. Что происходит? В сети он нелегально продавал боевые пистолеты и ножи. Мужчину задержали во время очередной сделки. Он попытался сбыть штык нож и несколько из них других полюши и режущих предметов, запрещенных в свободном обороте. Чуть позже в квартире декларанта обнаружат два газовых пистолета. Они тоже ждали своих покупателей. Откуда он брал оружие? Интернет, тематические клубы, зарубежный улов. За счетую арсенал был раритетным, поэтому перед продажами я не самостоятельно занимался его восстановлением. Возбуждены уголовные дела за незаконные действия в отношении газового и холодного оружия. Тревожная кнопка продолжает эфир ОНТ. Погони, стрельба, пьяный руль, сбитые пешеходы, перевернутые автомобили и даже сальто на мотоцикле. Еженедельный автодайджест самых показательных дорожных происшествий только в нашей программе. Минск, проспект независимости, Тойота не справятся с управлением. Наезд на бордюр и сразу же в фонарный столб. В салоне водитель женщина 34 лет и двое пассажиров, один из которых и ребенок. К счастью, в ДТП пострадала только машина. Ну и столб, конечно же. Проводится проверка. Еще один столичный проспект. Мотоциклист не справится с управлением и сделает сальто. В этом ДТП тоже пострадал, только транспорт. Следующему участнику дорожного движения повезло меньше. Мужчина перебегал дорогу на красный. В этот момент его и собьет БМВ. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются. Хонда справа останавливаемся. Хонда! Стоим, стоим, стоим! Могилев. Хонда проигнорирует требования ГАИ и даже попытается сбить инспектора. Патруль начнет преследование, в котором гонщик-беглец не справится с управлением и врежется в припаркованный автомобиль. У 19-летнего водителя в крови обнаружат 2,2 промилле алкоголя. Итог этой гонки – уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника и несколько протоколов. А здесь уже «Ситроен» проигнорирует сигнал об остановке и тоже попытается скрыться. Не остановят гонщик и даже предупредительные в воздух, вынуждая стрелять по колесам. Останавливайся! За рулем уздинского болида оказался 24-летний парень, а в нем почти 2 промилле алкоголя. На водителя также составлено несколько административных протоколов. А это жуткое ДТП произошло в Лиде два месяца назад. Ауди пролетит перекресток на красный и столкнется с микроавтобусом. От удара Вольцвагена прокинется, и из него вылетит один из пассажиров. 34-летнего мужчину придавят автомобилем. Он скончается в больнице. Расследование уголовного дела завершено. Степень наказания для девушки-водителя Ауди определит суд. Госавтоинспекция предупреждает – не шутите с дорогой. Слишком опасными не только для вашей жизни могут оказаться последствия. У 16-летней столичной лицеистки и ее 19-летнего подельника изъято полкилограмма психотропов. Лесопарк «Медвежина» в Минске. Задержаны двое. При себе еще полкило мефедрона и альфа-ПВП. Привезли товар из России. Молодечно. В лесной округе попались и закладчик, и покупатели. Гомель. Спецоперация наркоконтроля Беларуси и России. У оптовика изъяли более трех с половиной килограммов психотропов. Снова столица. 25-летний молодой человек с альфа-ПВП и марихуаной за пазухой. Это лишь небольшая часть наркосводок последней недели. И лишь только одна сторона медали в гонке за дозой. Впервые в тревожной кнопке. Исповедь настоящего наркомана и ответ на главный вопрос. Бывают ли бывшие и какой ценой дается им будущее? Я наркоман, но я в ремиссии, не употреблении. То есть я сегодня трезвый, спасибо, что я трезвый. Этого молодого человека зовут Максим. Имя настоящее, как и вся его история жизни. Скрывать ему говорит нечего, но из уважения к родителям. Просят прикрыть глаза. За меня мои родные пострадали. То есть только они переплакали. У меня и были передозировки. Два раза меня вызывали скорую, потому что непонятно. Родители видят в квартире, лежит просто тело. И пол вообще еле дышит. То есть и бледный. Чуть у меня до суицида не дошло дело. Самый логичный вопрос в таком монологе – как же так вышло? Когда после малолетки я чуть не убил человека, я понял, что алкоголь это не для меня. Я в 16 лет, то есть потом меня посадили, освободился почти в 18 лет. И в 18 лет мне стало, и начали, пошли спайсы, курительные смеси, соли для ванн, как их называли. И, конечно же, нельзя не спросить, ну и как оно там, по ту сторону сознания. Ты бог, когда ты начинаешь употреблять наркотики. Вроде все у тебя получается класс, у тебя все красиво, тебе хочется жить, двигаться. А потом это уже приходит в систему, ты уже понимаешь, что без этого ты не можешь, что тебе по-любому надо употребить наркотик. И не важно, как это было бы укреплено внутри вены, через нюхать, пить, вообще курить. Не важно, нужна тебе доза, а деньги большие очень. Дальше его личная математика очень проста. Доза на день стоила Максиму примерно 120 рублей в день. А теперь умножьте эту сумму на 10 лет. Это его личный наркостаж. Мы умножили, накинули на разницу лет и курсов и получили примерно 180 тысяч долларов. И каждый раз все больше и больше уже ценности пропадали. Начали все проблемы и начал и вещи свои продавать, то есть уже чтобы было наркотики, потому что деньги нужны большие. Так же, как стирались границы сознания, стирались и границы закона. Наркоман ради дозы готов на все. В прямом смысле. Родители не знали, что делать. Много раз в больницу как-то меня пытались ложить и платили деньги. Репрессионные центры, которые все... То есть многим людям помогла вера. Я и это проходил, то есть... Ну, не помогло, пока вот меня не сдала, как сказать, девочка с микрофонами, камерами. И меня, как говорится, приняли сотрудники милиции на контрольные закупки и продажи троманова. И все. Я... Посадили меня до 5 лет. Строгий режим спецотряды. Вынужденные отрезвления и шаг за шагом. Медленное, но планомерное очищение. И теперь, спустя годы, как бы это странно ни звучало, в сухом остатке лишь благодарность. Тюрьме. А если бы меня не посадили, то, мне кажется, я бы уже в зимнее был. Человечков кормил. И это не пустые слова бывшего. Это настоящее лицо наркомании. Дальше лишь один пример из сотен тысяч. Такие наркотики, что внутри вены, как альфа-ПВП, называют ее солью собака, так она вообще очень страшная. Под нее люди выкидываются. Вот у меня лучший друг на Новый год выпрыгнул с девятого этажа, находясь под этим веществом. И сейчас новый, взрослый, 30-летний Максим разводит руками. Как же таких простых истин не понимают ни те, кто подсаживается на иглу, ни те, кто подсаживает? Уголовный кодекс Республики Беларусь, статья 328, от 2 до 25, за решеткой. А закладчикам сказал бы, вообще даже не думайте, это не легкие деньги, это срок. Это слезы ваших матерей, потому что за это срока дают. Я сидел с такими и в тюрьмах. Тех же, кто находит в себе силы однажды сказать «стоп», не бросают ни в одной цивилизованной стране мира. Только в нашей порядка 70 организаций, которые помогают превращать наркозависимость в зависимость от жизни. У нас государство, слава богу, у нас есть помощь для таким людям с проблемой наркотической зависимости. И государство нас помогает. Есть у нас такая программа заместительной терапии. То есть спасибо государству, что такую программу поддерживают, что люди все время под контролем врачей. Наркологи, психологи, психотерапевты, волонтеры, комиссии, консилиумы, больницы. Максим прошел через все руки помощи. И теперь уже руками собственными строит свою будущую жизнь, оставаясь честным до конца, как минимум перед самим собой. То, что я вот не употребляю сегодня, и пять лет я не употреблял, не говорит о том, что я не наркоман. Аддикция, с английского зависимость, пагубная привычка, привыкание – это навязчивая потребность в определенной деятельности. Алкоголь, интернет, игромания, шапоголизм, психогенное переедание, фанатизм, порнофилия – все, что сводит человека с ума, заставляя опускаться все ниже и ниже. И есть суть зависимости. Человек просто не может без этого жить. С наркотиками – то же самое. И про наркоманов точно так же говорят. Бывших не бывает. Тем гораздо ценнее услышать эти слова от тех, кто там все-таки уже был. Я никому не советую употреблять наркотики. Это смерть. Но рано или поздно – это смерть. Зачем зарабатывать деньги, если можно заработать уголовный срок? Подумали некоторые жители столицы и отправились на дело. А теперь эти герои в сводках самых нелепых краш недели. Кто? Что именно? И откуда пытались стащить? Ночная столица. Двое парней возле торгового павильона. Вот они пытаются попасть внутрь через дверь. Безуспешно. Еще одна попытка – пробраться через окно. Один из приятелей разбил рукой стекло в оконном проеме павильона, а другой проник внутрь. И таки обчистил кассу киоска. Но голод у них был не только финансовый, но и естественный. Поэтому вместе с выручкой воришки прихватили и продукты питания. Общая сумма причиненного ущерба составила около 400 белорусских рублей. Похищенные денежные средства молодые люди поделили между собой. Часть потратили на личные нужды. 21-летний безработный и 16-летний студент профтехлицея, что заставило их пойти на преступление. Когда сидели под мостом, там музыка играла, кто выступал, не знаю, пели, отдыхали тоже люди. И потом, я уже чисто не помню, потому что мне в голову дали в голову сильно очень. Милиционеры не только восстановили провалы в памяти молодых людей, но и возбудили уголовное дело. А это камеры наблюдения еще одного столичного магазина. Покупатель положит вещи в камеру хранения, а когда вернется с покупками, ячейка будет пуста. Персонал нажмет тревожную кнопку и выяснит. Еще один посетитель воспользовался камерой хранения, но не в привычном смысле. Взломал замок, забрал содержимое и скрылся с места преступления. Ненадолго, правда. Уже через 10 минут его задержат сотрудники департамента охраны. Для милиции его клятвы аргументами не стали. Мужчину доставили в РУВД. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сразу после эфира тревожная кнопка будет доступна на нашем официальном YouTube-канале. Оставайтесь зрителями, а не участниками нашей программы. Но не бойтесь потревожить нас звонком, если вы стали очевидцами или свидетелями происшествий. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин